А у Валожини новый социальный объект открылся физкультурный комплекс с первой спортивной центра в районе. Больше за всем местные жихары ждали заявление бассейнов. В день у дорослых и детских смогут плавать с выштроксов человек. Тренажерные залы, плясовки для борьбы, волейбола, футбола, баскетбола смогут принимать из поборниц. У этого переконялась Юлия Грызунт. Для Игоря Шайтера открытие спортивного центра у Валожини стало литерально начатком нового життя. Уж увядомому столицы спортсмен, мастер спорту по пауэрлифтингу, мару вернуться на родиму, вот только протягивать карьеру в Валожине было немахшимо. Теперь тут можно не только займаться, а и тренировать будущих чемпионов. Центр достаточно современный. Здесь как бы все сделано добротно, тренажеры хорошие. Здесь как бы, в принципе, очень даже неплохо будет для нашей молодежи в Валожинской, потому что раньше негде было заниматься, по сути дела. То есть был один там спортивный центр «Надежда», но там все очень тесно, и как бы, ну, прошлый век. Здесь уже как бы современное. А кроме Игоря Шайтера новое место працы тут знайшли аж чем пау сотни специалистов. С первого дня нагрузка у тренеров сурвезная. Жихары города пришли на открытие комплексу уже в спортивной форме. Вядома больше за все, жихары Валожина чекали открытие минавито гэтый час и комплексу. Бораней у городе бассейна не было. Зараз их два – дитячие и дорослые. Одночасово тут могут знаходиться до 40 человек. У день больше за 300. Причим, как поплавать, чекать выходных не треба. У будные дни комплекс працует до 10 вечера. Конечно, это для нас очень важный объект. Долго он строился с 2012 года. Люди уже всегда спрашивали на все встречи, когда мы уже наконец-то откроем этот объект. И вот стоялся великолепный день, праздник для нашего населения. А тем более, что у нас, как я уже сказал, нет такой вот площадки, где бы мы могли собраться своим населением, отметить какой-то праздник, порадоваться вместе. И навод провести соправдное споборництвое. Тут есть универсальная зала для гульня у футбол, баскетбол, теннис. Подтримать подшатковца у спортсменов смогут одночасово амаль 200 человек. Так само у комплексе есть залы для бородьбы, фитнесу и навод 4 сауны. Для меня, наверное, настроение как раз у жителей и решающее. Потому что в ненастную погоду люди с реальным желанием пришли посмотреть, что же там им подарили строители вместе с районной властью и областной властью. Это не просто шаг. Это приближение к реальности того, что это должно быть везде в каждом районе и приносить радость и пользу людям. Еще три районы Минской области чекают будоуництва бассейна. Сгодно с планом, у первую шаргу я не заявятся на базе школ. Юлия Гризун, Тиригор Криштафович. Агентство Телі Новин.